Торжественная церемония началась с открытия монумента, посвященного подвигу безымянных солдат, которые пали в районе Юхариной Балки в период Великой Отечественной войны. Присутствующие почти лиминутой молчания и возложения цветов тех, кто ценой своей жизни защищал город. АПЛОДИСМЕНТЫ Светлый год, соль просто зимой травой, Это вечный огонь, но и завещанный родник. Торжественные марши молодой пополнения юнормейцы последовали к сердцу парка, выставочной площадке. Именно здесь командир 31-й дивизии противовоздушной обороны Николай Верипаха вместе с ветеранами разрезал красную ленточку, ознаменовав торжественные открытия сектора филиала парка «Патриот». АПЛОДИСМЕНТЫ Это пусковая установка 5П-85Д ракетно-зенитного комплекса С-300. Ее масса составляет 42 150 килограммов. Дальность поражения целей 75 километров. В парке «Патриот» посетители смогут увидеть ее вживую и узнать интересные факты. Правда, некоторые части аппаратуры все же засекречены. Всего в парке представлено 7 образцов техники. Среди них командный пункт с радиолокатором, обнаружение и пусковая установка зенитно-ракетной системы С-300. Несколько зенитных установок и разведывательно-дозорная машина. Лекцию для юных гостей и их родителей проводят командиры подразделений. На машине установлены приборы специальные, как бортовые, так и выносные штатные. Когда экипаж выходит и проверяет на наличие отправляющих веществ, окружающую среду. Машина передвигается как на колесах, так и на плаву по воде. Для самых любознательных проводится мастер-класс по сборке стрелкового оружия. Желающие попробовали сделать это самостоятельно. Особое внимание юных гостей привлек боевой защитный комплект «Ратник». Такой вид обмундирования является новым и пока доступен не всем. Общий вес составляет 6 килограммов. Новые инослужащие отшучиваются. Такая тяжесть только закаляет. Это мундирование, оно от всего защищает, от всех пуль? Ну, почти. В основном важны органы. Ну, это так же, как сердце, почки, спина и так далее. А что вот именно внутри находится, что оно твердое такое? Тут находится пластина спереди и сзади. Она довольно очень крепкая. Пластина из чего? Железная там или нет? Конечно, из железной. Железная? В парке представлены машины системы С-300 и зенитные установки. В дальнейшем планируется добавить систему С-125 и С-200, которые успешно осуществляли задачи по охране крымского неба. Их семьи уже ко мне обращаются, и к заместителю по военно-патриотической работе, общественная администрация, администрация города, и на параде России уже заявки есть. В любое время мы здесь готовы все открыть. Потому что реально школы обучаются в субботу, в воскресенье. День открытых дверей будет здесь постоянно. Юные гости и их родители новой выставкой довольны. Взрослые отмечают, такие экспонаты будут интересны детям любого возраста. Здесь для меня все интересно. Я сам по себе, сам бывший военнослужащий, хотя бывших не бывает, капитан терроранга запаса, служил на атомных подводных лодках. Поэтому для меня это все интересно. Мы с этой техникой встречались, конечно, на аппарадах, на сухопутных. Но так близко, конечно, нет. Сегодня мне очень понравилось. Нам много всего рассказали, показали. Мы много нового узнали. Нам рассказали про техники боевые. Мы узнали, какая здесь есть часть. Мы прогулялись по этому парку. Было очень интересно, прикольно. И мне понравилось. Мы много узнали нового, промаршировали. В рамках открытия сектора севастопольского филиала «Парка Патриот» впервые в Южном военном округе прошел исторический диктант для военнослужащих всех категорий. Темой стала «Сталинградская битва». Военные отметили, что для ответа на многие вопросы требовались глубокие знания в области истории. По итогам проверки 70% участников справились с заданиями. Лучший результат показали офицеры. Дарья Марущак, Юрий Реутин, Севинформбюро.